И когда качнулся, заметил, что там какая-то трещина и в ней кольцо. И что? И сказал дядю Володю. Он рядом был. То есть это у нас уже больше 10 лет. Древно, когда лежит на баку, поймет стекать некуда к дождю. Он падает внутрь и гнилит. А эта качель, это что сделано? Она там не подшипников, но тарзанки. Это здесь подшипники, но хоть сколько качается. И сама качель, где двое садятся, взрослые там. И там вот палку берут, они уже ногу садятся. И она там больше перетирала, больше вода попадала. И он первый заметил. Ну, больше ничего не увидел. Я сразу же Володе сказал, все дела оставить, надо посмотреть. Пришли, пошли за лестницу у Никиты, она подправленная. Подняли, ну, так ловко все получилось, подкопали, выровняли. Когда Володя залез, начал выдергивать, там она подгнила. Я удачно наградил пряником. Мы начали второй конец. И второй подгнивший тебе награды. Держи. За бдительность награды. Мы, Володя, пилил, все это засняли. Бревно нашли, были короткие, тут матушка давала. Он нашел у Игоря, барабаша. И завтра мы будем просить, чтобы, который ковш поднимает, кун называется, чтобы их поднять, снять. То мы одну сторону оторвали, а вторую не стали, чтобы не упало. Но тут опасность в том, что дети днем пришли, и там качались. На других качелях, а там нельзя ходить. Поэтому мы сейчас все заблокировали, доски там отняли, их везде просунули. Я на качеля никуда не изменится с места даже. Но вы все время подглядываете, чтобы никого там не было. Вверху большое бревно. Если оно, хотя и отпиленное, пали вниз там, осталась там половина бревна. И там эта половина бревна, она на центр подтянет. Она сразу переломит кости в цель. А зачем делать? Ну как зачем это все? Делают колеса какие-то, бывает падает, сотни людей погибают. Мы не за этим стремимся. Дети отдыхают, они любят туда бегать. Это наш недосмотр. Там у нас было, где лагерь был. Ну, Володя там меняли, они там сделали так, что на укосины доски прибивали. И по ним катили. Я как понял, с Никитой это сделал, да? У Стиновым, да. Да, с Никитой Стиновым сделали. Опасность была. Опасность, и Господь нас спас. На самом деле, а что ты все вот так устал? Я на это хотел сказать следующее. Мы молимся, больше ничем нельзя объяснить, что Нестор увидел. Он мог и не увидеть, сколько качались, и никому дела нет. А он поднял глаза, увидел и сразу забил тревогу, побежал. Это абсолютно правильный путь. Мы за всем смотреть не можем. Хотя ответственность у нас не снимается. В прошлом году, когда я сказал, лагерь ликвидируется, 18-го числа приехала комиссия, это полиция в 22.00. И уже через карту я узнал, там, в этот же час я ликвидировал лагерь. Сказал, существовать он при этих условиях отношений государства к детям не может. Потому что руки на заднике на держи. 110 тысяч работников Роспотребнадзора. Это 10 дивизий военных. А дивизия это генералы. Там суды, прокуратура, полиция, все на их стороне. Штраф, вот я считал, который был у них, меньше миллиона нет. Миллион-полтора. Это сказать даже нельзя. Но на нас они замахнулись на 20 тысяч всего. Но это не вышло. Ну, мы глянем и считаем. Бог сделал. Поэтому я судью долго искал всю зиму. Наш брат нашел, он адвокат. И к ней сходили мы. Я отблагодарил, отнесся и книги. Это, что интересно, за взятку все считается. Даже пачка папирос. А книги не считается. Мне сказали, говорят, а сегодня бриллиант. А бриллиант это, вот это будет взятка. А сама книга нет. Зачем ты на ней нарклепил? Как ни бриллиант, никакого отношения не имеют. Или протолкнуть туда где-то. Ей было очень приятно. Татьяна ее звать. Татьяна, кажется, Валерьевна. Вот. Ну, ничего. Приняла очень хорошо. А я говорю, должником не могу бы мне подгрыть. Никому не оставайтесь должным. Ничем, кроме взаимной любви. Вы могли делать по-другому. Вы помните? Она помнит. Не каждый день такие процессы. Я говорю, так это я и есть. И теперь я ей подарил песню православию. Трехтомник. И для слова Божия нет. Она очень довольна была. И там мне. Вот так вот. Я говорю, да. Снять, снять она не разрешила. Понятно, что судья. И как бы еще не было. Тем более у меня процесса к ней не будет. А спустя год. Все так говорить. Никакого отношения уже не имеет как бы процесса. Это чувство уважения. А теперь я хочу сказать. Когда вы что-то считаете, принимайте к себе. Проверяйте. Когда загрели этот целлофан. А целлофан в то время он как стекло. Оно солнечные лучи там пропускает. И про красные там нет. Что-то так такое. И она остается целой. И везде все. Дно океана начало подняться целлофаном. И поэтому ученым было дано задание. Сделать так, чтобы он крепкий был. Но на солнечных лучах. Чтобы он лопался, трескался, разрывался, мельчился и превращался в труху. Это же касается разных вот этих дьодер, которые целлофаном ходят за ягодами. Не понимают это. Из них делают ночные горшки. Я там что, как-то запулин его его на солнце. И оно лопнуло, лопнутое. Надежды Васильевны сегодня нашли вейкой. Она большая вейка. Там в литрах, наверное, 5 в нее входит. Больше. А? Больше. Больше. Сосок там, вейка и рожок где-то. Полностью весь вверх разложился. Она как-то так. А где она у тебя была? Нигде в огороде. Да это кто-то сломал. Она была целенькая. И вдруг появилось это. Кто-то сломал? А, не то, что она на солнце у меня. Ты сама себя оправдываешь. Или... С водой. Ученых. Я так и не пойму. А оно все. Я не знаю. У нас вот, которые водой черпают. Воды черпают. Оно уже треснутое. А что? А вы ее оставляете. Пощерпнули полную воду. И опустили она на веревочке. И оно было бы целое. Уже лопнутое. Все. Уже ведра нет. И искать не с кого. За поганное ведро Никита купит. Это ночная ваза. Мы договорились. Это... Интересно. Мочу вылить. И занести обратно. Нельзя на солнце. Надо сушиться. С чего сушиться, когда опять то же самое? Сушиться надо. И же этим путем идешь. Сколько посуды перепортили. Вам в рта раскрыть нельзя. А вы выскакиваете. Говорят, что на варе шапка горит. Зачем вы это делаете? Ну вот у нас ведро одно. Там, так это не одно, только это. Почему? В него что-то они заложили. Я не знаю. Почему? Спецзаказ правительства мира. Во всем мире это сделано. Чтобы... Если оно брошенное вот такое, оно не лежало как чугун. А чтобы оно трескалось, пропадало, лопалось и рассыпалось. И еще людей нет. И это понятно и объяснимо. Вот если снаружи ты прибьешь от окон, а они ничего не понимают, женщина. Она снаружи раз, простояла сколько, полгода. Все, в дребезги. Я изнутри прибил, и стоит 15 лет, уже 20 лет, и как будто сегодня прибил. Стекло задерживает. То, что ее губит. А поэтому в природе стекла нет, чтобы предохранять целлофан. Целлофан, оно хорошо. Третье, как бы, ну... Воздух плохой проводник тепла. Вам понятно? Да. Так, мы посмотрим, какие еще будут последствия. Ваня приехал, он говорил, что он тут что-то заработал? А как он? Расскажи по порядку. Как это вы узнали? Ну, мы с мамой посмотрели видео. Ну, он нам не говорил, он только посмотрели, а потом... А что там написано? Ну, как вы выдаёте ему... Деньги, да? Деньги, зарплату, да? Вы помните, как говорили? Да. Он договорились после обеда работы. Вот это с их жерди. Ну, я ему договорился, поскольку за каждый метр жерди, оно жерди такая, а там они быстро кончились. Теперь он встал здесь. Во вторую смену, как сказать, выходит после обеда. Я посчитал, какое бревно здесь толще, а то длиннее. Получилось, что там три бревна ошкурить надо, а там одна жерди. Он согласился. Ну, посчитали, сколько-то ему там, мне кажется, 200 рублей. А потом я ему за старание, за уважение начал насчислять трениальное. Там, видишь, как. И что он сказал, приехал как? Ну, он ничего не сказал, просто... Смотри, какой толстый. Пашка денег? Да. И никогда их не потратил, маме отдал. Вот. Я ему говорил, на свои нужды никуда нет. Если мама, дело другое. А это необходимо беречь. У меня ничего нету, кроме пенсии. Пенсия бомжа. 6 тысяч 523. Ну, 118 долларов на месяц. Рассудить сама, как жить. Живем мы, даже на жизни. Травы много, видите, я какую-то зелень делаю, мешаем. Они хуже не стали за это время. А уже в четверг молочное пойдет. Молочное. Вы только успеваете, говорят, что бегать будут. Простокваша. Творог. Мы сами можем сливки свои, сметану снимать. Я сливки не беру, они очень дорогие для нас. Ну, а молоко постараемся, чтобы вместо компота полное. Ой. Она и так, Марьякова, смотри. На солнышке и все. Поэтому нам жалко, кто уезжает, не разговеется. Наталья с Ильей жаль. Жалко просто. Мне так охота, чтобы было. А тут пост. Мы православные, поэтому. Видите, нас любят и присылают рыбу, и чего только нет. Я прошу, привет, молотите, ксенеку подавайте. Это деликатесная еда. А я ее даю кошкам, собакам. Они ее загоняют туда, с рыбой, с головами. Но это всегда было такое. Вот такой наш был день. Благодарю тебя. Спаси Христос. Если мы дальше удачно где-то будет еще, там все мы сделаем. Я еще отмечу его. Он толкнул нас. Мы целый день там крутились. У нас второй связки не было. Пасынку мы с Володей сделали. То есть работа была непростая. Володя везде лезет. Но мы лезем сонаром. Лезтья состоит проще. Прямо двумя концами опираемся. И как завтра еще договоримся. И сказали будто бы, что в среду может прибыть сюда бульдозер. Тогда вы меня уже не увидите. Я там буду. И как только первый мостик сделан, тут я всю деревню подниму. Вот на уши. Все. Начнем тогда с бута. Никита успеет сделать. Выбери время. Развяжи с левой стороны. Отсюда как ехать. Вот отсюда. К сертовому мостику. С левой стороны. Развязать все узлы. Потому что я даже ночью встаю и думаю, и думаю. Молюсь их. Господи, вразуми. Развязывать, не развязывать. Не развязывать. А там большие такие тумбы привозили. И они будут давить туда. И оно разорвет. Провод разорвет. И может даже повалить наши сваи. Крепко. А если развязать. Камни будут давить. Вообще в другую сторону уйдет. Потом понял, что как-нибудь. Они идут в трясину. И они сильно не надавят. Потому что трясина нам поможет. Ну она там размощена. Только благодаря этой трясине. И никто не знает, как ответить. А я молюсь. В голове говорится. Вша завела. Адум. Но Господь это надо умел. Так считаю. Адум. Это развязать надо. Уже завязан. Никита там ходил. Вот так развет и связал все. Тогда будет эко-молиться. Деревня будет по очереди ему готовить. А Никита будет приносить корзинку. Я уже корзинку выпросил у Романа. Стоит она там на гаранде. Ее почистить. Все. И тут же лежит клеенка новая. Надежда Васильевна дала. Чтобы ему начало было развернуть. Ну и они дают женщину. По очереди готовят. Готовят хорошо. Вот как этот был. Я говорю. Вполнеет прямо на шалатах. Ну батюшка барашка дает там. И говорят там сливки. И цели пятницы конечно никакой нету. Но курить нигде не курить. Смотри. Это все выдерживают. Если благословит Господь. Дорога откроется на Уровку прямо. Кто ездил-то купили или не купили? Мед. Купили. 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 Володя с Италии ездит. Все, надо получше. По тысячам за трех лет дорогу, да? 1100. А? 1100. 1100. 1100. 1100. Сергей Павлович идет сейчас его покойники. Все. Благодарю. Спаси Христос. Спасибо Христос. Спасибо Христос. Спасибо Христос. Спасибо Христос. Это за машину. Это за машину. Смотрите, где что у нас. Где-то падает или что. Ты так не запивать будешь? Леша. Да. Поливай. Леша. Так. Все, стараемся. Хляпочка, и зашельки там, где вам. Я его сейчас сделаю. Сейчас переверну. Спасибо.